Что за черная зловонная жидкость вытекала из колодца за химпромом? Это продолжают выяснять специалисты. Напомню, тревогу забили пользователи соцсетей. Вот такое видео загрузил на ютуб пользователя Евгений Добрынин. Затем материал появился на форуме на связи. Сегодня наблюдал ужасную картину отравления или даже можно сказать уничтожения природы матушки. В городе Новочебоксарск за химпромом из-под земли бьют гейзеры черной вонючей жидкости. Эти нечистоты разливаются во все каналы и ближайшие болота. После чего попадает в Цивиль и, соответственно, в Волгу. Запах там стоит ужасный. Кто за это должен нести ответственность? Направил в прокуратуру генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Минприроды. Прокуратура Новочебоксарска, судя по всему, выяснила, кто стоит за этой лужей. В рамках проверки было установлено, что данный конденсационный колодец эксплуатировался управлением и отходами. Директор предприятия был вызван в прокуратуру, который пояснил, что заключено конденсационное соглашение с правительством Чувашской республики. И действительно, данные конденсационные сооружения были им использованы в рамках деятельности. Работниками данной организации была произведена откачка точных вод. Иными словами, данная жижа от хода деятельности полигона ТБО, которые по канализационным сетям должны были дойти до очистных сооружений. Но по какой-то причине вылились, не доходя до них. Впрочем, в отличие от прокуратуры Новочебоксарска, у природоохранной прокуратуры уверенности в этом пока нет. Говорить пока об этом рано, поэтому и был произведен анализ необходимых проб. И уже после всех возможных вычислений и установлений уполномоченными лицами будет произведен расчет и будет дана оценка. Изучение проб может занять около двух недель. Тогда станет ясно, кому и каким образом придется компенсировать вред экологии.